Игра — это цепь осознанных решений. Выбери, с какой командой разделишь успех. Сделай свои эмоции сильнее, а победу ближе. Думай и делай осознанный выбор. Bad City. Ты решаешь. Привет, ребят. Посещаемость составила 20 067. Sold Out. Гейдж — 16,5 миллионов. Третий в истории UFC. Бой вечера. Гейджи против Холлоуэя. Выступление вечера. Это Иржи и Холлоуэй. Холлоуэй выиграл 600 тысяч бонусом. Вполне заслуженно. Нам нужно много чего обсудить, но давай начнем с Макса Холлоуэя, который взял бонус 600 тысяч. Он сейчас, кстати, снаружи говорит по телефону с Джастином Гейджи. Мы позвонили ему, Холлоуэй проходил мимо, и сейчас они разговаривают по телефону. Причем этот чертов Холлоуэй ходит. Холлоуэй ходит. Никто не удивлен? Нет? Сумасшествие. Лоу-кики были жесткие. У него... Тут такого большого объекта нет, чтобы показать, насколько большая у него шишка на ноге. Она 3D. При этом он нормально ходит. Если вспомнить тот момент, когда мы задумались об этом поясе BMF и сделали его, сегодняшний бой в полной степени отражает суть этого титула. И фотка с этого боя должна быть в словаре, когда ты смотришь BMF. Это было невероятно. И не знаю, заметили ли вы, и вообще случилось ли это с вами, но этот поединок высосал все силы из людей. Следующие два поединка люди сидели как полумертвые. Это был прямо скачок адреналина. Это было невероятно. Люди спрашивают меня, чем я занимаюсь. Я продаю нихера себе моменты, окей? Это был мощнейший нихера себе момент всех времен. Неважно, смотрели вы дома, в баре, или на арене сегодня. Большего нихера себе момента не представишь. Однозначно. И именно поэтому... Давайте про этот бой говорить всю конференцию. Но именно поэтому Макса Холлоуэ так любят. И Гейджи. Макс, сколько раз мы видели бои, где боец выигрывает, он это знает. Звучит сигнал, что осталось 10 секунд, и чувак поднимает руку, начинает бегать. А-а. Победа у него в кармане, и он там с одним из самых опасных бойцов во всем бизнесе. И он говорит, давай зарубимся. Гейджи соглашается, и они начинают махаться. Остается одна секунда, и мы видим такой нокаут. Это дерьмо из фильмов. Один из величайших моментов истории UFC. Несомненно. Это бой года. Если какой-то другой поединок станет боем года, черт возьми. Я боюсь увидеть парней, которые его закатят. Еще, конечно, хочу спросить про Алекса Перейру. Это тоже отличное достижение. Он защитил пояс во втором дивизионе. Как тебе его выступление, после которого он заявил, что не против побиться в Бразилии, не против побиться в тяжелом весе? Как тебе этот бой, и что ты видишь дальше для него? Потому что он тоже стал большой звездой. Да, я согласен, он выглядел потрясающе, потому что Джамала я тоже очень уважаю. И вот, что я вам скажу. Джамал выходил сюда не просто так. Он выходил побеждать. Он верил, что может выиграть. И еще один момент. Вы, наверное, не в курсе, но я вам скажу. Я узнал уже в октагоне после боя, потому что увидел, как Перейра что-то делает с пальцем на ноге. Оказывается, он его сломал две недели назад. Так что он бился со сломанным пальцем. Я думал, он сломал его в бою, но команда мне сказала, что нет, он сломал его две недели назад, и он сказал, что не упустит такой шанс из-за какого-то пальца. Вот что он сказал. Так что, да, за это ему тоже уважение. И да, он большая звезда, и... Ну тебе как, нравится идея с тяжелым весом или с боем в Бразилии? Только не врите. Даже не смейте обманывать меня. Кто из вас думал, что Макс сегодня одержит победу? Поднимите руки. Окей, ага. Я написал об этом. В общем, если мы говорим о его переходе в тяжелый вес, там у нас Джонс, там у нас Аспенал и много-много других парней. Тяжелый дивизион жесткий. Не знаю, лучше ли это ход для него. Сегодня он выглядел чертовски хорошо. В своем дивизионе, так что... Думаю, лучше ему пока тут остаться. Ну не знаю, эти вещи мы будем обсуждать в следующие 15 вторников, понимаете? Так что мы разберемся. Мне записки передают? Такого еще не было. Зачитаешь? Первое июня. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пей-Первью. Мейн-эвент. Ислам против Порье. Ко-мейн-эвент. Пять раундов. Стрикланд против Косты. И 29-е июня. Коннор против Чендлера. Пять раундов в полусреднем весе. Спасибо. Спасибо всем. Доброй ночи. Макс, у тебя и без этого была потрясающая карьера, достойная зала славы UFC. Понятно, что это особенный момент, но как ты оцениваешь его среди остальных моментов в карьере? Лично для меня он на втором месте. На втором, мужик. Ничто не сравнится с боем в Рио против короля Рио. Когда я завоевал неоспоримый титул, это было потрясающе, но этот бой и уважение Джастину Гейджи, брат. Он ничего не получал от этого боя, мог все проиграть, и он все равно его принял. UFC 300, крупнейший карт на следующее десятилетие, скорее всего. И тот факт, что мы вышли туда, сделали свое дело. Нам обоим хорошо заплатили, так что я этим доволен. И также, конечно, фанаты, которые топили за наш бой. Джастин принял бой, мне сделали шорты с цветами. У меня был сумасшедший, будто чемпионский выход, так что это было невероятно. Я просто счастлив. В конце первого раунда ты сломал ему нос ударом ногой с разворота, и затем продолжил выбрасывать его. Это из-за того, что он так хорошо сработал, или же вы изначально планировали использовать это оружие в бою? Джастин просто любит... Когда он стоит, он неподвижен. То есть, когда он вкладывается в атаку, он неподвижен. Так что его можно контратаковать. И мне очень повезло, что я попал этим ударом. Знаешь, думаю, я сломал ему нос. Я слышал, как Тревор кричит ему, не сморкайся, не сморкайся. Так что я понял, что его нос сломан, и... Я просто знал, что биться так еще 20 минут будет очень тяжело. Так что, думаю, тренировки на высоте в Денвере ему очень помогли, потому что любой, кто не так хорошо готов, не смог бы сделать то, что сделал Джастин Гейджи. Не знаю, брат, он будто бы сделан из титана. Этот парень титан. Ну и момент, который войдет в историю, это финиш. Какие у тебя были мысли в голове в этот момент? Потому что мы не раз видели, как ты зарубаешься в центре под конец поединка, но все-таки эти парни были не так опасны, как Джастин Гейджи. О чем ты думал в тот момент? О том, что это решающий момент. Это то, чем BMF славится. Понимаешь, самый жесткий ублюдок. Вообще, прежде всего, я хочу переименовать пояс. Blessed Man Forever. Вот что это значит, когда пояс у меня. Благословенный навсегда. Но если это не момент BMF, то я не знаю, что. Если бы мы поменялись местами, и Джастин бы вел в поединке, я уверен, что он бы дал мне этот 10-секундный шанс. И он жесткий парень. К тому же, я не знаю, разделим ли мы еще когда-то с ним октагон. Он легенда, брат. Именно такие бои, именно такие моменты вписывают твое имя в историю. И я просто рад, что мне удалось попасть, потому что он жестко вкладывался. Мне было больно от ветра пролетающих от него ударов. Вот как жестко он бьет. Он на другом уровне. Не знаю, у какого бойца так же много опций, как у тебя сейчас. Титул в полулегком весе, в легком весе титул BMF. Что из этого ты все-таки выделяешь для себя? Что из этого для тебя важнее? Как я говорил всю неделю на интервью, мы поговорим об этом после боя. Вот мы здесь. И у меня куча опций. Это здорово. Дэна счастлив, Хантер счастлив, Шон Шелби счастлив. Мы все обсудим с командой и решим. Я видел, что уже анонсировали титульный бой в легком весе. Похоже, Ислам наконец будет защищать пояс против легковеса. Это хорошо. Также, как я сказал, есть еще Эль Матадор, который делает все возможное, чтобы избежать этого быка в загоне. Но я здесь. Но для начала нужно отдохнуть. Тут моя прекрасная жена, моя прекрасная семья. И мы всей семьей будем отдыхать, брат. Мне назначили 30 дней без контакта после медосмотра. Так что буду наслаждаться. И Дэна поделился с нами, что ты говорил с Джастином по телефону перед тем, как выйти сюда. Не расскажешь, о чем вы говорили? О том, что я должен ему и Тревору выпивку. Мы договорились, что вместе выпьем после боя. И Джастин мне напомнил об этом. Он сказал, брат, ты должен найти нас и выполнить обещание, потому что с тебя шот. Что есть, то есть. И Джастин особенный парень. Как и вся их команда. Достойнейший боец. Как я сказал, этот бой ему ничего не давал. Но он все равно предоставил мне этот шанс, и в итоге все сложилось так. Так что огромное ему уважение. И когда я впервые бился в Денвере, у нас там все сорвалось, и немногие знают, но Джастин позаботился о нас. Джастин нас везде возил, при том, что у него вся жизнь, да еще и собака была в машине. Это было сумасшествие. И тут я вышел на UFC 300, и этот чувак стоит в октагоне напротив меня. Черт возьми, это просто невероятно. И многие подумали, что Джастин отправил тебя в нокдаун сегодня, но по официальной статистике нокдаун не засчитан. О, да, о, да. Эй, я подскользнулся. Я оступился. О чем ты вообще говоришь? Спасибо, Макс. А ты, кстати, видел реакцию Ильи на твой нокаут? Да, я что-то видел, но не знаю. Люди там пишут, он выглядит напуганным или еще что-то, но... Я ведь не знаю этого чувака лично, поэтому кто знает, может быть, он асоциален, может быть, ему некомфортно в обществе, и никакого негатива, просто, может быть, он не любит выражать эмоции. Так что я ничего в этом не вижу, он чемпион мира, убийца. Но, как я говорил всю неделю боя, у нас есть вопросы, вопросы насчет этого парня, и мне интересно узнать, что к чему. Ну, Илья, кстати, дал интервью после твоего поединка, и вот что он сказал. Для меня очевидно, что мой следующий оппонент это Макс Холлоуэй, так что поздравляю, наслаждайся этой победой, но после поединка со мной ты вернешься в конец очереди. Это клево. Что я еще могу сказать? Посмотрим. Что если он вернется в конец очереди? Потому что, повторюсь, у нас много вопросов. У нас есть вопросы, и мы в бойцовской игре. Илья может говорить что угодно, но у меня много вопросов, я люблю слушать. И если этот бой сделают, вы, ребят, получите все ответы, так что я заряжен. Макс, если ваш бой сделают, и ты побьешь Илью, то это откроет четвертый бой с Волкановским, и ты всегда говорил, сто процентов, сто процентов. Если я верну этот титул, и Волк будет биться, я хочу провести еще один бой. Я продолжу долбиться в эту дверь, пока не преуспею, знаешь. Я помню, когда ты проиграл ему третий бой, ты сказал, что сделаешь так, что тебя нельзя будет отрицать. И вот ты сидишь здесь. И по сути, еще одна победа, и ваш бой вполне может состояться. Здорово ли осознавать, что несмотря на то, что все говорили, что дверь закрыта, ты можешь сам открыть ее для себя. Бро, делайте так, чтобы вас нельзя было отрицать. Я вижу, как другие бьются с кем-то и говорят, я заслужил это, я заслужил это. Нет, бро, потому что я ведь ни с кем попало бьюсь. Если бы я бился не с претендентами, то я бы понял людей, которые говорят, что я не заслужил бой за титул. Но все претенденты проходили через меня в какой-то момент, кроме Илии, потому что он залетел вне очереди. Так что, в конце концов, что есть, то есть. Если ты хочешь стать великим в этом спорте, то тебе нужно биться с лучшими. Тебе нужно рисковать, чтобы сделать себе имя, и я рад, что реализовал этот шанс. UFC анонсировали поединок Ислама и Порье. С Порье у тебя есть история. Как ты думаешь, пройдет этот бой в июне? Будет весело. Думаю, будет весело. Думаю, это будет веселый бой. Думаю, что Дастин опять набрал обороты, и должно быть интересно. Знаешь, какой коэффициент на то, что Дастин опять прыгнет на гильотину? Можете подзаработать, потому что я доставить не могу. Спасибо вам. Алекс, поздравляем. Очевидно, огромная победа для тебя. Финиш в первом раунде, в мейн-ивенте UFC 300. Огромнейший момент. Хотя у тебя вся карьера уже переполнена такими моментами. Как ты оцениваешь его среди остальных? Этот бой, этот нокаут, конечно, для меня особенный. И, как я всегда говорю, что, несмотря на то, что это действительно огромный момент, я настраиваюсь на то, что самые большие моменты меня ждут впереди. Хотя, конечно, я очень рад, счастлив. Это потрясающий момент. Я еще не до конца все осознал. Я хочу как следует насладиться им. И затем мы будем стремиться к следующему такому моменту. Прямо перед нокаутом он попал тебе в пах, но ты дал понять Хербуддину, что вмешиваться не нужно. Какие у тебя были мысли в тот момент? Почему ты не стал использовать это время? Знал ли ты, что близок к тому, чтобы нокаутировать его? Или в чем было дело? Ну, дело в том, что я только начал нащупывать свою дистанцию. Джамал бьется в стойке левши. Так что мне было чуть сложнее найти свою дистанцию, чем обычно. Но я начал работать лоу-киками, как всегда, чтобы нащупать дистанцию. Не все залетали, но я примерно почувствовал. И как раз примерно в этот момент так вышло, что Джамал ударил мне в пах. И да, я мог взять паузу, но это был не тяжелый удар. Так что я решил продолжить, чтобы потом не искать дистанцию заново, и включился в работу. Том Аспинал только что запостил фотку, на которой он смотрит на тебя, немного издали. Он ничего не написал. Но как ты думаешь, что он пытается сказать такой публикацией? Я понятия не имею, только он вам на это ответит. Ну, тебе интересен поединок с ним? Ты ведь говорил о тяжелом весе. Ну, я просто сказал, что хочу биться в тяжелом дивизионе, я не называл никаких имен. Так что это только в руках организации. Я хочу биться в тяжелом весе, и если они мне кого-то дадут, то я буду готов. А если ты будешь защищать титул в полутяжелом весе, то, судя по всему, следующий претендент Анкалаев. Как думаешь, как ты справишься с его грэплингом, особенно сейчас, когда у тебя у самого черный пояс? Ну, я думаю, пока что рано говорить об оппонентах, потому что я только что побился. Но, как вы видели, Гловер и ребята вручили мне черный пояс. Я тренируюсь с ними каждый день. Так что они видят, что я готов. Дрейк сделал крупную ставку на твою победу и получил 1 миллион 200 тысяч долларов. Ты не планируешь что-то попросить у него за это? Нет, потому что если бы он проиграл, я бы ему никаких денег не дал. Так что раз он выиграл, я его могу лишь поздравить. Молодец. Шерма. Продолжение следует...